Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Нахтин. 1 сентября 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден провел двухчасовую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его результатом стали рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, меморандум, обещающий деньги на строительство энергоблока на Хмельницкой АЭС и заявление о поддержке евроатлантических устремлений Украины. Встреча была в нормальной, продуктивной, непостоянно солнечной атмосфере, но в таком нормальном мужском разговоре описал тональность этих переговоров украинский президент. Главным итогом встречи Зеленского с Байденом стало, пожалуй, то, что эта встреча вообще состоялась. Тем более президент Украины стал вторым европейским лидером после Ангела Меркель, совершившим визит в Вашингтон после прихода Байдена к власти. А еще совсем недавно отношения между Киевом и Вашингтоном, которые в Украине имели все основания называть стратегическими, находились в тени скандала с импичментом предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Украина с тех пор переобрела в Вашингтоне репутацию токсичного актива, взаимодействие с которым чревато неприятностями для политика любого масштаба и любой партии. Собственно, едва ли не главная цель визита Зеленского в Белый дом, украинские эксперты называли восстановление взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном, стабилизацию отношений между ними, столь необходимую после турбулентности эпохи президентства Трампа. Даже восстановление своеобразной правильной химии между президентами и если вам это угодно. Именно об этом. Возникла ли между Зеленским и Байденом так называемая chemistry или химия, просили украинского президента журналисты, как только он вышел к ним после окончания переговоров с американским лидером. Не знаю, возникла ли химия, сложно сказать, но то, что вместо предусмотренной программы часа встречи шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге и заинтересованы в результатах этого диалога, отметил Зеленский. А глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба даже заявил, что президенты вывели наши отношения на новый уровень. Завершение работы на стратегическом оборонном рамочном соглашении между Украиной и Соединенными Штатами, возобновление деятельности комиссии стратического партнерства между государствами, в конце концов, намек Джо Байдена на новый, далеко не первый для него визит в Киев. Все это делает основание Украине считать визит Зеленского в Соединенные Штаты вполне состоявшимся и вполне успешным. Зимой этого года в интервью американскому телеканалу HBO у Зеленского спросили, какой вопрос он задал бы свежеиспеченному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, получив такую возможность. Мистер Президент, почему Украина до сих пор не в НАТО, ответил Зеленский. «Неизвестно, обратился ли украинский президент к американскому коллеге именно с такой формулировкой этого вопроса, однако, – рассказал Зеленский, – о НАТО они говорили долго. Гость из Киева заявил журналистам, что в разговоре с Байденом он озвучил ему некие мощные аргументы в пользу членства Украины в НАТО, которые раньше на самом высоком уровне даже не проговаривались. О каких именно аргументах идет речь и как к ним отнесся американский президент, журналисты так и не услышали. «Впрочем, – признал Зеленский, – несмотря на поддержку евроатлантических устранений Киева лично Байденом, и никакие конкретные сроки в изморное вступление Украины в Североатлантический альянс на переговорах не назывались». Ну а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос об интеграции Украины в НАТО, не сказала в этом плане ничего нового. По ее словам, Киев сможет претендовать на полноправное членство НАТО после выполнения ряда неоднократно озвученных условий. Во-первых, проведение реформ, направленных на установление верховенства права. Во-вторых, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста. И давайте с вами обратим внимание не только на то, что она сказала, но и на то, что она не сказала. В течение довольственного времени одной из причин, почему, или самой главной причиной, почему Украина не может вступить в НАТО, называлось то, что в Украине два нерегулированных конфликта. Ну, во-первых, конечно, ситуация в Донбассе, и во-вторых, история с Крымом. Ну, конечно же, с Крымом. Украина не отказалась от своего права на Крым, ну, а Россия категорически против даже обсуждать этот вопрос на любом уровне, в любом формате. И таким образом, многие эксперты говорили о том, что в связи с некой традицией или правилами НАТО, та страна, у которой есть нерегулированные конфликты с соседями, не может претендовать на членство в НАТО. И именно этого, обратите внимание, Джамсаки и не сказала. Это означает, что эта тема нерегулированности конфликтов Украины вообще не обсуждалась, точнее, обсуждалась в совершенно ином контексте, об этом чуть позже, но не как препятствие для вступления Украины в НАТО. На мой взгляд, это очень важный аспект всей этой истории. И таким образом, уже в этом плане визит Зеленского в Вашингтон был далеко не напрасен. Это означает, что да, в какой-то момент конфликт в Донбассе тем или иным образом будет урегулирован. Ну, например, такой будет вариант, когда, допустим, эти две области или две части областей, которые называют себя как орло, они войдут в состав Российской Федерации или станут независимыми, или псевдо-независимыми, квазо-независимыми государствами, как это произошло, допустим, с Абхазией и Южной Осетией. Таким образом, он всё равно будет тем или иным образом урегулирован. Да, Украина никогда не откажется от своих прав на Донбасс, но тем не менее, в какой-то момент он превратится в абсолютно замороженный конфликт, и он никоим образом не будет препятствовать вступлению в Украине НАТО. То же самое относится и к Крыму. Это уже не конфликт, там никакие боевые действия не ведутся, это нечто другое. Это то, что относится к категории территориального спор. Да, действительно, существует территориальный спор между Украиной и Российской Федерацией по поводу того, кому принадлежит Крым. И устами всех украинских президентов, а речь идет, конечно же, о Порошенко и Зеленском, Украина никоим образом не отказывается от того, что Крым является частью Украины. Ну, оппозиция России тоже хорошо известна, и это означает, что и Крым не будет являться препятствием для того, чтобы Украина была принята в НАТО. Причем, еще раз подчеркну, проведение реформ, направленных на установление верховенства права – это раз. Модернизация оборонного сектора – это два. И наращивание экономического роста – это три. Три условия вступления Украины в НАТО. Одной из приоритетных тем переговора двух президентов называли вопрос «Северного потока-2». Постройку и запуску этого российского газопровода в Киеве считают угрозой своим национальным интересом. А решение Байдена фактически снять последние преграды на пути к реализации этого проекта в Украине многие восприняли едва ли не как предательство со стороны стратегического партнера. Хотя, в общем-то, если посмотреть на фактическую сторону этого дела, то к моменту принятия Байденом президентской присяги этот уже трубопровод был готов на 95-98%. Поэтому говорить уже о том, что каким-то образом можно остановить строительство, когда речь идет о завершении его, конечно же, просто сложно, а может быть и невозможно. На пресс-брифинге после окончания переговоров с американским президентом Зеленский заявил, что получил от Байдена личное уверение в том, что если дискуссионный газопровод все-таки заработает и в какой-то момент создаст Украину энергетической безопасности в Украине, то Соединенные Штаты немедленно наложат на него санкции. С нашей стороны это была большая победа, оценил эту договоренность президент Украины. С другой стороны, говорят скептики, обещания Байдена, о котором рассказал журналистам Зеленский, нигде не зафиксированы письменно и нет гарантии, что украинский президент не пересказал собственную интерпретацию слов американского президента. Тем не менее, в совместном заявлении президента в речи за том, что Соединенные Штаты и Украина, цитирую, продолжают выступать против Северного потока-2, который не рассматривает в качестве угрозы европейской энергетической безопасности. Вашингтон к тому же обязуется не допустить, цитирую, использование Кремлем энергетики как геополитического оружия. Итак, мы с вами подошли к еще одной, на мой взгляд, острейшей теме украинской политики, теме Донбасса. И, конечно же, эта тема прозвучала и на переговорах в Вашингтоне 1 сентября. После встречи с Байденом, Зеленский обманулся журналистам, что предложил американскому визави, цитирую, имплементировать представителя Соединенных Штатов в норме президента в процесс мирного регулирования на Донбассе. Соединенные Штаты будут думать над моим предложением, потому что до встречи с Джо Байденом я не проговаривал детали и не передавал эти детали, добавил Зеленский. «Это какой-то новый формат урегулирования? Не нормандский?» Спросили у Зеленского несколько обескураженные журналисты. Тот развел руками, широко улыбнулся, своей обаятельнейшей улыбкой и ответил. «Какой-то формат». Эксперты по украинско-американским отношениям затрудняются с трактовкой заявления Зеленского. Я процитировал на вопрос, когда его спросили, «Это новый формат урегулирования? Не нормандский?» Зеленский ответил «Какой-то формат». «Я его не понял. В экспертной среде никто не знает, о чем идет речь. Шмидт не уточняет. От офиса президента мы тоже ничего не дождались», говорит Александр Краев из Киевского института международных отношений. От другой стороны, Владимир Дубовик из центра Корнеги предлагает, что речь идет о призыве Киева к Вашингтону самому определиться с форматом своего более активного участия в процессе мирного урегулирования. В таком случае предметом для обсуждения теоретически мог бы быть новый переговорный формат или, к примеру, назначение Вашингтона специального представителя Газдепа по вопросам Украины. Ранее одним из основных механизмов международных переговоров о мирном урегулировании на Донбассе были саммиты в так называемом нормандском формате, то есть встречи с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Однако украинские власти неоднократно говорили, что к этому формату должны присоединиться Соединенные Штаты. И когда мы говорим об итогах этих переговоров, на мой взгляд, мы сейчас будем с вами говорить о наиболее важном аспекте – об обороне. А вообще же, украинско-американское сотрудничество в оборонной сфере стало одной из доминирующих тем визита Зеленского в США, если и не доминирующей. На встрече с американским министром обороны Зеленский отдал должное тому, что Вашингтон, как он сказал, правильно оценивает события на Донбассе как агрессию Российской Федерации против Украины. Одним из зримых результатов визита президента Украины стало выделение Соединёнными Штатами дополнительных 60 миллионов долларов военной помощи, включающие в себя бронетанковые системы «Джавелин» и другое летательное и нелетательное оружие. Кстати, «Джавелин» по-русски означает «копьё». Этот шаг уже вызвал реакцию официальной Москвы, и именно по этому шагу мы с Вами можем определить важность этого соглашения. Мы обратили внимание на планы оказания военной помощи Соединённым Штатам в Украине. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на Юге-Востоке. Это очень опасно! Завел журналистом в предыдущий четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Обратите внимание на слова и в каком порядке они расставлены. То есть непредсказуемые действия украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке. Ну что ж, мы знаем, что в рамках той византийской дипломатии, которую проводит современный Кремль, это может означать как некое предупреждение или даже угрозу Киеву, если эти соглашения, которые уже подписаны в Вашингтоне в плане укрепления украинского оборонного сектора, они будут приведены в жизнь. И, однако, решение об увеличении Вашингтона военной помощи Киеву – это еще не все, что везет из Америки Зеленский, говорят киевские эксперты. Они обращают внимание на то, что в совместном заявлении двух президентов говорится о завершении, подчеркиваю, завершении работы над стратегическим оборонным рамочным соглашением между двумя государствами. Это соглашение предусматривает более тесное экономическое, техническое, военное и тренировочное сотрудничество вооруженных сил Украины и Соединенных Штатов. В нем идет речь об обмене технологиями, информацией, разведанными. Это прорывное соглашение для Украины, оно, по сути, дает ей статус союзника Соединенных Штатов, основного союзника США, вне НАТО. Только оно будет называться по-другому, говорит Александр Краев. Подписание этого соглашения, одобляет эксперт, стоит ожидать во время визита в Украину американского министра обороны. И о нем принципиально договорились во время пребывания в Зеленске, в Вашингтоне, но конкретная дата приезда не определена. И область военно-технического сотрудничества между Украиной и Соединенных Штатов, безусловно, это вызывает головную боль в Кремле. Потому что, если посмотреть на украинский оборонный потенциал, то в нем есть серьезные прорехи. В частности, речь идет о том, что Украина нуждается в модернизации, а может быть и в создании заново, своих военно-воздушных сил. Потому что сейчас не только украинские военно-воздушные силы ограничены в числе тех самолетов, которые могут быть использованы в случае необходимости, но и в том, что они уже устарели. Это еще советские самолеты постройки конца 80-х годов. И какая бы глубокая модернизация ни проводилась, они, безусловно, отстают по всем параметрам от того, что создал российский оборонпром. И Украина нуждается здесь в очень серьезной американской технологической помощи и помощи в других каких-то областях для того, чтобы можно было создать свои эффективные, небольшие по размеру, но эффективные современные военно-воздушные силы. И наряду с военно-воздушными силами Украина нуждается и в современных средствах ПВО. И если это будет сделано, и, судя по всему, на это нацеливает это соглашение, то тогда можно говорить о том, что через несколько лет украинский военный потенциал будет, хотя и значительно меньше по размеру российского, но он будет по своей структуре очень близок. То есть это будет структурно современный, современный европейский или американский военный потенциал. И это, безусловно, будет представлять серьезную помеху для любых агрессивных планов в отношении Украины. Что, на мой взгляд, является еще очень важным в этих переговорах, это то, что еще одной важнейшей темой президента Украины и США стали реформы в Украине. Впрочем, позиции по этому вопросу участников переговоров оказались прогнозируемы различными. Владимир Зеленский на своем брифинге рассказал, что слышал от Байдена только приятные слова. Мол, в Америке все восхищаются проведенной при президентстве земельной и судебной реформы, а также инфраструктурными изменениями. Следует понимать, программы масштабного дорожного строительства, которую многие в Украине называют пиар-проектом действующей власти, но тем не менее действительно дороги строятся. Негатива ко мне. Моей команде не было никакого. Ни одного аспекта, ни одного слова заявил Зеленский. Перед визитом в Соединенные Штаты Зеленский дал несколько интервью, в которых заявлял, что в целом доволен состоянием борьбы с коррупцией в Украине. Мол, в мире нет стран, полностью свободных от коррупции, так что не надо вешать всех собак на Украину. Однако, из совместного заявления двух президентов можно сделать вывод о том, что Соединенные Штаты ожидают от Киева существенного продвижения в целом ряде реформ, в частности, в судебной, которую же хвастается Зеленский, антикоррупционной или, например, реформе корпоративного управления. Тут нужно понимать, что эффективные реформы в Украине это создание адекватного инвестиционного климата, адекватной демократической системы управления. Речь идет о том, что посредством этих реформ Соединенные Штаты хотят создать себе адекватного союзника, говорит эксперт Александр Краев. По опыту Афганистана Соединенные Штаты уже пришли к выводу, что нельзя сделать за союзника всю работу. Нужно, чтобы союзник создал у себя нормальный инвестиционный политический климат, и для этого Соединенные Штаты готовы представить всяческую поддержку. И тогда уже можно полномасштабно сотрудничать. И это действительно так. Вопрос заключается в том, насколько действия администрации Зеленского будут отвечать тем шаговещательным заявлениям, с которыми он прибыл в Вашингтон. И тут, на мой взгляд, как показывает опыт, в принципе, не такой уж большой, но все-таки 30-летний опыт независимой Украины, тут существуют серьезные расхождения. Те заявления, с которыми выступали украинские президенты до Зеленского, они были, в общем-то, в духе современных требований к государству, к реформам и так далее. Все на словах было хорошо и правильно. Придраться было не к чему. Но когда речь шла о том, каким образом эти реформы реально проводятся в жизни, вот тогда возникает огромное количество у всех. И тех, кто живет в Украине, тех, кто пребывает с визитами в Украину, и тех, кто наблюдает внимательно за тем, что происходит в этой важной для Соединенных Штатов в восточноевропейской стране. На этом, дорогие друзья, я прервусь. Подошло время нашего небольшого перерыва. Собирайтесь с мыслями. Встретимся уже после перерыва.